Прочитал сегодня на фейсбуке одну интересную заметку. Девушка-инвалид не могла поставить свой автомобиль, поскольку на ее месте для инвалидов на парковке припарковался джип Land Cruiser. Она решила подождать того человека, который как бы это сделал, и она увидела, что из здания выходит и садится за руль депутат, один из депутатов партии Народный фронт. Девушка обратилась к нему, сказала, зачем вы так поступили, вы же не инвалид, вы же здоровый человек. На что он ей сказал, что вы не можете воспользоваться своими привилегиями. Молча сел и попытался уехать. Девушка на инвалидной коляске заблокировала машину депутата и решила вызвать госавтоинспекцию. В итоге, как она описывает на своем сообщении, никакая госавтоинспекция не приехала, ну и депутат в итоге уехал без каких-либо штрафов, без каких-либо санкций. Почему лично меня этот пост зацепил, возмутил? Дело в том, что депутат, именно тем нарушителем, который совершил это нарушение, является депутат от партии Народный фронт. А как известно, Народный фронт это партия абсолютных дегенератов. Именно партия Народный фронт инициирует все законопроекты, которые направлены против водителей. Все законопроекты, которые направлены на ущемление прав водителей, на введение более жестких санкций, штрафов. И в частности, именно партия Народный фронт, в лице ее лидера Яценюка, придумала поправку об отмене презумпции невиновности к всем административным правонарушениям, которые могут совершать не только по нарушению правил дорожного движения, а вообще по всем административкам. То есть водителя будут штрафовать только на основании, они хотели, чтобы водителя штрафовали только на основании слов полицейского без доказательств. Так вот, именно депутаты Народного фронта являются первыми нарушителями и первым приют на закон, что в случае и подтверждает данный факт. Напомним, что депутат Антон Герасченко ранее рассказывал, точнее комментировал видеоролик с гаишником Притула из Запорожской области, который избил инвалида на донецких номерах. Помните, был ролик «Ахтэтварь сепаратист», начал его дубасить матюками, вытащил из машины, избивали этого человека. Только лишь за то, что он попросил назад причину остановки и причину предъявления документов. Когда мы начали спор с Герасченко по тому поводу, Герасченко начал публиковать посты о том, как в Америке за неподчинение полицейскому вытягивают из машины и кладут мордой в пол. Так у меня вопрос, а почему же вы сами не ложите, не кладете своих народных депутатов мордой в пол, которые паркуются на местах для инвалидов? Я сейчас нахожусь в Америке, в Соединенных Штатах Америки, штат Флорида. Давайте сейчас заедем на парковку любого ресторана и мы посмотрим, какая сумма штрафа предусмотрена за парковку на инвалидном месте. Вот, сейчас мы едем по International Drive, сейчас найдем какой-нибудь ресторанчик и посмотрим, какой собственно штраф за парковку для мест для инвалидов. Значит, ну, не знаю, сейчас сворачиваем, не знаю, вот какой-нибудь сейчас первый любой попавшийся, посмотрим. Вот, как раз видно сразу места для инвалидов. Смотрим. Штраф 250 долларов. Штраф за парковку для мест для инвалидов. Естественно, на ней никто не стоит. Сейчас это не так хорошо видно, но если, допустим, приехать вечером, когда тут будет толпа народу, вы посмотрите, что даже если будут все места забиты для парковок, то никто не посмеет стать на место для инвалидов. Я когда жил в комьюнити, там, где квартиры, я приезжал, допустим, в 12 часов в час ночи домой, и есть парковка, ну, парковка возле твоего дома. Она вся забита полностью, но там два места для инвалидов, они свободны. И никто не посмеет стать на место для инвалидов. Я искал, допустим, в соседнем участке парковку место, но я не становился на место для инвалидов, даже если мне некуда стать. И любой человек здесь так поступает. Здесь в страшном сне не приснится, чтобы человек, будучи здоровым, умел ходить, поставил свой автомобиль на место для инвалидов. Да и вообще, вдумайтесь, чтобы, например, в США какой-нибудь сенатор или конгрессмен поставил свою машину, будучи здоровым человеком, на место для инвалидов. Какой бы это был бы скандал, это показали бы по телевизору, это реально был бы позор для человека такое совершить. Но в Украине это нормально, потому что вот это вот быдло, которое сидит в Верховной Раде, это самое настоящее быдло. Даже вот те вот комбаты, вот эти вот журналисты, которые писали про Януковича, про все вот это вот, такую плохую власть. Ну не большинство, но значительная часть из них теперь стала народными депутантами, в том числе от партии Народный фронт. И вот эти вот журналисты, эти вот комбаты, которые на предуберной кампании показывались такими вот хорошими, такими вот патриотами, одев депутатский значок, превратились в такое же быдло, как быдло, о котором они писали из партии регионов, из коммунистов и тому подобное. Так же себя ведут, так же плюют на закон, так же неуважительно относятся к людям. Но при этом принимают дебильные законы, якобы копируют какую-то американскую практику, какие-то европейские нормы. Но они их копируют только избирательно, они копируют их исключительно, которые будут касаться какого-то негатива в адрес водителей. Но если именно эти же правила касаются их самих, они их не соблюдают. И в частности наша госавтоинспекция боится, боится привлекать к ответственности как народных депутатов, так прокуроров, так судей, это вообще любых госчиновников, которые как-то по своему статусу отличаются от простого человека. У нас это боги. Так что хватит рассказывать про эту реформу МВД, реформу в Украине, там, житой по-новому. Все это полная чушь. Вы никогда в жизни не будете жить, как в Америке, никогда в жизни вы не будете жить по тем правилам, тем законам, как в Америке, поскольку вы быдло, и вы должны это понять.